Очень жёстко, конечно. Итак, время перебирать Денины игрушки. Я устала. Девочки, это пипец, как страшно. Я вас... Всем доброе утро. Вышли из дома. С сегодняшнего дня у нас в Ростове уже началась пропускная система. И, честно говоря, выходить из дома ещё очкливее стало. Уже не столько вируса боишься, сколько боишься, чтобы тебя не оштрафовали. Ну, представь, да, на ровном месте. То есть ты выходишь где-то, здрасте. Выходишь где-то, да, и тебя просто штрафуют на нереальные деньги. Но я не собираюсь куда-то далеко ехать. Во-первых, я не хочу выходить пешком до магазина. А вот, потому что мне кажется, что в целом... Ладно, не буду говорить, короче, но мне комфортнее на машине передвигаться даже 100-200 метров и взять продуктов, там, две большие сумки, да, тяжело всё-таки это нести потом с ребёнком. Нужно его за руку держать, у тебя две большие сумки, как бы, да. Поэтому мне проще подъехать на машине. Вот, то есть в магазин на машине. Ещё у нас здесь недалеко есть фикс-прайс, я думаю, туда заехать ещё в фикс-прайс. Он как раз-таки рядом с домом. Также по дороге будет посылку мамину забрать. В общем, я немножечко переживаю. Я далеко никуда не отъезжаю. Но я надеюсь, не будет никаких проблем. Плюс поликлиника рядом здесь, в которую я всё хочу зайти по поводу своего кашля долгого, да. Я надеюсь, что если меня остановят, то не будет никаких проблем с штрафами и какими-то задержаниями. То, что показывают там по телеку, страшно, конечно. Но, как бы, всех предупредила, что я выхожу, описала весь свой маршрут. Вот, очень странное, честно говоря, просто ощущение такое вот внутри. Именно, когда пропускная система началась. Очень жёстко, конечно. Вот, ну, возможно, эти меры действительно необходимые. Остаётся только просто набраться терпения и ждать, когда всё закончится. Всё, так что выезжаю, буду делиться по ходу дела. Чё-то камера у меня всё равно, моя барахлика. Ты чё меня бьёшь, Дэнь? Что это такое? Подошёл по жопе, да. Вот у него есть. Это позаигрывает со мной. Так, я решила, это, балкон немного разбираю. Вообще, у меня задача реально разобрать хорошо балкон. Ты сейчас с балкона вытащила. Это какое-то постельное, которое я даже не знаю. И наверняка мне здесь часть вообще реально, ну, долго не будет нужна, которыми я не пользуюсь. Полотенчики. Сейчас я всё разложу, что-то отдам, подарю. Вот. А остальное, как бы, оставлю. Я вообще здесь не в курсе, что там лежит. Два. А, ещё один пакет я сейчас пойду возьму. Так, вот ещё один. То есть, три пакета, да? Сейчас три пакета я эти разберу. Что-то на отдачу положу. У меня есть мешок для того, чтобы отдавать, да? И что-то прям сложу хорошо. У меня ещё здесь место есть. Разложу. Короче, задача у меня на балконе прибраться и в комнате всё-таки пораскладывать вещи. Вот, видите, здесь места ещё предостаточно. Всё это, я думаю, разложу сейчас и поместится сюда. Забрала три сумки. У меня там раз, два, три, четыре, пять комплектов полных. Вот, есть отдельные наволочки какие-то, какой-то комплект я не нашла вообще постельного белья. Вот здесь вот у меня все средние полотенчики. Три больших у меня, оказывается, одно детское. Постельное бельё такое классное детское нашла. Вот, когда у него будет уже своя кроватка, буду стелить там такое классное. Ну, там, по-моему, языки и там пододеяльник и наволочка. Вот это вот сверху положила, с мамой разберём. Я бы вот прям все эти полотенца выкинула. Одно полотенце уже поменяла на тряпку входную, более мягкую. Но тоже уже такое полотенце испорченное. Дэнни хочет закрыть. Носки у нас протираются просто у нас, девочки, на два дня. Одни носки на два дня. Какие-то носки даже вообще на один день. Он протирает, видимо, текстурная вот эта вот поверхность. И он бегает постоянно, протирает носки до дыр. Вот сегодня эти уже выброшу. Вот здесь у меня, смотрите, целая стопка. Это всё наволочки, мини-наволочки для квадратных подушечек. Вообще на любой цвет абсолютно. Но ещё осталась куча места. Как бы тут можно доверху всё это как бы дело накладывать. Поэтому у меня здесь ещё место есть, здесь, здесь, здесь. Это подушки как бы временно тут положила. Вот там, на самом деле, тоже я так ещё это очень легко всё разложила. То есть, если я найду ещё что положить, то сложу сюда. Но в основном здесь будет вот, вот здесь прям будет постельное покрывало подушки постельной принадлежности полотенца. Вот там, может быть, будет храниться там, ну, опять же, новогоднее, зимнее. И то, что вот там совсем не нужно, туда подальше кладу. Ну, место ещё есть. Когда шкафы придут, мне кажется, я туда уже всё вообще сложу из вещей. Всё, закрываем. Короче, я прям каждый раз... Дэнь! Каждый раз восхищаюсь вот этим вот местом, сколько здесь под кроватью. И подъёмный механизм меня так пугали. Говорили, ой, нафиг он нужен. Я вообще хотела изначально вот эти вот взять, знаете, выдвигаться. Но там места вообще бы не было почти, да. Плюс вот этот механизм всё время задвигать, выдвигать. Я прям вот тут хотела такой. Ля, отговорили меня хорошо, говорили тяжело. Сейчас такие подъёмные механизмы делают вообще, легче лёгкого. Одной рукой. Опа! И всё. Нашла сейчас ещё один пакет, нашла с бельём. У меня, оказывается, две белые простыни на резинке. Я уже мечтала, по-моему, о белой... О белой этой кровати. О белом постельном белье. И, по-моему, уже заказывала. На резинке две. И, смотрите, надо мне их отбелить, они какие-то желтоватые. Ну, короче, не такое, как новое моё бельё. Нашла отбеливатель кислородный. Вот, экстра вайт, безупречная белизна. Сейчас почитаю, как что. Поставлю на 60 или 90 градусов. Пусть прям постирает мне как следует. Потом расскажу, как результат. Короче, добавила туда целую ложку вот этого отбеливателя и половину ложечки стирального порошка универсального, тоже от Фаберлик. И всё. И поставила на 90 градусов. Три часа где-то будет, там, два с половиной, два сорок где-то. Или два сорок восемь. Во. Чтобы быть точной, будет стираться сейчас. Мне прямо интересно. Сейчас с мамой пообщаюсь. Нормально ли я сделала? А вообще, я пока мамы нет, да, я вот сейчас всё больше и больше обустраиваюсь в своей квартире. Я вот сейчас прям как-то чувствую, да, что она вот моя, что я здесь хозяйка. Потому что с самого того, как мы сюда переехали, мы с мамой были постоянно вместе, да. И, конечно, хозяйство я в первую очередь доверяю ей. Когда она здесь, я вообще, как бы, вот, честно, ручки умываю, чтобы ей не мешать. Как бы, даю ей все полномочия, чтобы она могла расставлять здесь. Будь здоров. Спасибо. Чтобы могла она расставлять здесь так, как хочет, чтобы ей было комфортно, да. Ну, вот она сейчас уехала, и уже сколько времени, и уже скоро месяц, когда я буду здесь без неё. И уже потихоньку начинаю чувствовать себя хозяйкой. Потому что уже это, выкидываю какую-то тряпку, какую бы мама сказала, точно не выкидывай, там. А я её выкинула и поменяла, там, да. Всё равно какие-то вещи я не выкидываю, ну, как бы, с ней хочу посоветоваться. Может, она найдёт им нормальное применение. Просто очень много всего, плюс я люблю покупать, и по мне так лучше старое выкидывать, выбрасывать, отдавать, как-то использовать уже, там, ближе к выбросу, да. И покупать что-то новое. Я люблю, когда всё меняется, поэтому я не сторонник хранить что-то дома долго, да, пока оно до дыры не сотрётся или не исчезнет в пространстве. Я бы такая, чтобы от этого избавиться и получить какие-то новые впечатления от какой-то новой вещи, хорошей и так далее. Если там на полотенце уже есть пару зацепок, мне уже не так классно им вытираться, да, и так же не очень классно предлагать его друзьям, если они придут вдруг, да. Поэтому у нас полно там полотенец, с которой я такая думаю, о, вот это для гостей без зацепочек, без ничего, должно быть прилично давать, да. Потом постельное бельё, например. Очень много постельного белья, у меня очень много комплектов. И есть какой-то, я смотрю, там один пододеяльник, одна простынка, отдельные наволочки какие-то, да, и всё разных цветов. Я помню, что часто ко мне, когда я в гости к кому-то приходила, и постельное бельё там стелят тебе, и что-то, да, вытаскивают такое, там какая-то наволочка отдельная, пододеяльник отдельно, да, всё отдельно. А мне бы хотелось, ну как бы, я ничего, я нормально как бы к этому отношусь, мне абсолютно всё равно там где спать, я могла бы пледом накрыться там, да, и на туалетной бумаге спать, как в рекламе, да. Но мне, например, хотелось бы создавать моему гостю уют полный и круто, когда, как бы, ты спишь на хорошем постельном белье, и когда ты приезжаешь в гости, я это очень, на самом деле, обращаю на это внимание и очень ценю, когда человек достаёт мне какой-то классный комплект белья полный, да. Вот у Любочки, например, у моей всегда в Москву, когда я приезжала, я помню, что она всегда, я не помню, чтобы у неё были какие-то раздельные комплекты, она даёт всё комплектом одним, и у неё дома только хорошие комплекты, поэтому, естественно, она не может дать к своему гостю плохой комплект, потому что все комплекты хорошие. Просто есть какие-то, может, комплекты для гостей, да, а есть какие-то любимые там для себя, вот, но это комплекты, это хорошее бельё, и поэтому я тоже так хочу, чтобы ко мне приходили гости, я давала им хорошее комплектное постельное, комплектное, комплект постельного, чтобы я им давала хорошее полотенце, хорошие тапочки, да, там, пользуются пусть моей косметикой там всей, и как-то вот мне хочется, чтобы самые лучшие впечатления у моего гостя остались. После того, как он побывал у меня дома, вот, я вообще планирую, что когда мы уже всё скорее обустроим, да, именно тогда, я хочу позвать свекровь свою с гостем, вот, чтобы она пожила у нас. Для этого мне нужно обустроить как следует своё гнёздышко, чтобы ей комфортно было, чтобы всё чистенько было, и чтобы в самую первую очередь ей было комфортно спать, вот, чтобы можно было выделить ей отдельную комнату. Вот даже, допустим, детская, да, я хочу детскую делать так, чтобы если бы там пришли какие-то гости, то я ребёнка могла всегда с собой положить без проблем, да, ну, пока мы с мужем не живём, да, и оставить гостя спать, допустим, в его комнате, да, раскладываться кровать у меня там должна. Ну, я знаю, какую я хочу, я в ОК уже присмотрела классненькую кровать. Точно так же и здесь, например, у меня сейчас вот здесь вот, да, диван, но, скорее всего, его не будет, вот, потом, я так думаю. Он очень классный, на самом деле, мне бы и не хотелось бы от него избавляться, он реально классный, дорогой, качественный, видно, что качественный. Но думаю, что его здесь не будет, потому что мне бы здесь должно быть полноценная кровать, на которой спать. Мама здесь спит, ей комфортно, но если приходят гости, хочется, чтобы кровать расстилалась. И вообще, когда мы всей семьёй здесь, мне бы хотелось, чтобы вот я сижу вот здесь, да, а здесь как бы хочется, чтобы было продолжение со спинкой такой, да, и чтобы человек, как бы мы вместе сидели, да, столик. А кресло, оно как-то, ну, не то, не то, я себе немножко всё по-другому представляла. Конечно, всё это в далёком, как бы, будущем, а может даже или в ближнем будущем, на самом деле всё очень быстро течёт, меняется, поэтому кажется, что это ещё не скоро, а на самом деле моргну и уже есть. Вот, время 15 минут 8, сейчас я Деньку скупаю, он у меня, вот, смотрите, в синие руки влез во что-то, просто отвернулась одна минута. И он пришёл ко мне с салфеткой, весь вот такой вот синий. Пойду его тоже помою, искупаю, и потихоньку будем укладываться спать. Что-нибудь дам на ночь, ему там йогурт или он бананы ещё не доел. И уложу его спать. А после того, как уложу спать, хочу видео записать для вас, но если у меня хватит сил, потому что видео будет такое серьёзное на тему отношений, взаимоотношений, и оно может забрать очень много энергии. И поэтому должна я быть полна энергии, чтобы её отдавать, заглядывать внутрь, и чтобы вот это всё-всё-всё очень эмоционально, глубоко почувствовать интуитивно и отдавать вот эти интуитивные свои ответы. О взаимоотношениях. Дэн, ты сейчас порвёшь диван? Да, скорее всего, он просто попрыгает, попрыгает на нём, и в итоге его придётся вообще выбросить даже. Дэн, ну хватит прыгать, зайчик. Дэн. Ну, уже часть, короче, я разобрала на балконе. Пойдёмте, покажу. Конечно, вам покажется, что я ничего здесь не разобрала, но я разобрала на самом деле. Здесь стало сейчас легче чуть-чуть дышать. Вот, вот эти вот пакеты здесь, вот на самом деле всякие пакеты, сумки, это пока идёт ремонт, это всё пригодится. Подстелить где-то ещё что-то, поэтому вот эти сумки я не могу выбрасывать. Они объёмные, как бы там, да, вот эти, их нужно пока сохранить. Вот тоже рабочие инструменты, вот там, там. И вот детская тут у меня, смотрите, огромная-огромная вот эта вот штука с детскими игрушками. Её надо разобрать, половину выкинуть, точно. Вот, и ещё у меня здесь, кстати, где? Вот здесь тоже детская, тоже разобрать, половину выкинуть. Может быть, я сегодня, может, я сегодня этим займусь? Нет, сегодня я буду монтировать видео, не займусь этим. Но вот в ближайшее время вот это надо разобрать и ставить ему минимум игрушек, и всё. Вот это, скорее всего, в детскую хочу уже постелить, чтобы он там играл. Короче, на самом деле, все это можно разобрать. Есть местечки, куда что сложить, скомпоновать. Я хочу еще на балконе вот тут немного разобраться, чтобы мы потусили с Денькой здесь. Ну, там, открыли, свежий воздух. Глядь, что закрыто. Закат уже мой красивый. Свежий воздух, чтоб здесь был. Я, кстати, сетки заказала. Сегодня приходили, замерщик замерил окна. У меня пять окон, на которые нужны сетки. Сказала, в конце следующей недели будет готово. Пять сеток мне обойдется в три с половиной с установкой. Так, а вот так буду смотреть сейчас я фильм. Сажусь, взяла себе виноградик. Я люблю мешать виноград с кимцами, с булочками, с сыром. В общем, сейчас у меня эти колечки. Здесь стирка, здесь день купается. Колечки пушил с виноградом. Деня, ну-ка, там не балуйся. Сильно не брызгайся. Аккуратно. Сериал включу. Батарейка садится. С фикс прайза. Пауэрбарк. В общем, потом уложу, сама я вступаюсь. И, наверное, видео буду вам сегодня снимать. Сериал, смотрю, беглянка сейчас. Прям очень мне нравится, заходит. Интересный фильм. Ну, сразу скажу, что 18+. Малыш, маленькие девочки не смотрите. Так, малыша уложила. Постельное достала. По-моему, оно какого-то разного оттенка. Это мы завтра еще посмотрим. По-моему, одно желтее, одно светлее. Но вроде бы то, которое было, такое чуть светлее. Оно прям вообще посветлело хорошо. Но это мы завтра с вами посмотрим. Я как раз уложила малого, выхожу, и пикает сразу эта стиралка. Сейчас набираю ванну. Уже бросила сюда сольку. Где она тут? Сердечком у меня она сегодня так вкусно пахнет. Какие-то кусочки еще тут. Вот, сейчас наберется, полежу, посмотрю сериал. Вот он как раз, беглянка. Сезон первый, серия шестая у меня тут. Вот, и полежу, искупаюсь, посушу волосы и хочу видео снять для вас. Только увидела, что Денька налепил свои эти игрушки. Надо их снять. Кто-то спрашивал мне, кстати, где я покупала. Я уже не помню, по-моему, в фикс-прайсе. Реально классные штучки. Деньке очень нравятся. Они у нас все время тут в ванне тусуют. Время, кстати, 9 часов вечера. Розовая ванна у меня сегодня. Класс! Я сегодня, на самом деле, пока разбирала балкон, так устала, что у меня спина заболела. Так что надо ванну обязательно принять. Доброе утро, мои хорошие. Мы уже проснулись. Кстати, у меня вчера я не стала сушить вечером голову. Искупалась просто вчера. Волосы уже почти такие высохли. И я решила сделать одни кудри, попробовать. И, в общем, посмотрите попозже, какие эти кудри будут здесь во влоге. И как я их делала, ссылка на мой второй канал, там будет видео. А сейчас я хочу вам сказать по поводу вчерашнего отбеливания нашей простыни. Гляньте, мне понравилось, в принципе. Смотрите, теперь оно не отличается сильно от моего белья. Вот белое и белое, да? Никакого желтого нету. Хотя вот это все равно немножко такое с желтинкой по сравнению с этим. Но не сильно отличается. По-моему, отбелилось хорошо. Вот этот чуть-чуть голубее. Я думаю, если пару раз еще отбелить или один раз так постирать, то все станет одного цвета. Класс. Сегодня у меня в планах еще заняться уборочкой, помыть печку, помыть посуду. Ну, посуду уже помыла. Перебрать детские игрушки, найти мне надо гель и лампу. Ну, короче, какой-то порядочек хочется. Итак, время перебирать Денни на игрушки. А их у Денни очень много. И мы должны перебрать все. И вот, наверное, это мы будем делать в этот мешок. Ой-ой-ой. Так, оставляем еще, да? Так, оставляем еще. Кися, смотри. Кися, смотри. Кися, смотри. Мелкие, кстати, это штука из фикс прайса, но она вообще не для игрушек, смотрите, она вся уже разорвалась. Вот это вот, не осталось ни коробочек, ничего, я знаю, что мне нужны небольшие контейнеры, вот, чтобы это хранить не в пакетах. Чтобы это все не растерять, я также собрала конструкторы, потом у нас магнитный конструктор есть, вот он небольшой. Вот такие из фикс прайса, в общем, все по пакетикам разложила, вот здесь мелкие машинки всякие разные на колесиках. Вот, ну и здесь мелкие такие игрушки, машинки тут тоже, и что-нибудь, что ему нравится, что я знаю, он увлекался, там берет это все. Вот здесь еще один конструктор более крупный, здесь более мелкий, очень много все растерялось. Вот здесь вот игрушки для ванны, пластмасс я не беру в ванну, но если только он не заводится на поверхности, вот. Вот, машинку нашла давно, которую на улице играли, но очень классная, короче, что-то надо тут повыбрасывать еще. Опа, открыл. Деня, дуй. Шарики, да? Ну-ка, давай. Давай. Что-то не получается, да? Ну-ка, дай, мама дунет. Проверит, вообще работают шарики или нет. Тихонько надо, да? По чуть-чуть надо. Короче, сейчас, может быть, здесь очень мокро. Вот. Короче, сейчас все это более-менее так сложу, и будет одна вот так, вот один такой ящик, сверху вот этот ящик, да? И я это уберу на балкон, вот захочет он с чем-то играться, я ему скажу, выбирай. Возьмет пару игрушек и будет играть. Надоело уже эти разбросы на все. Так, выкидываю еще, полный мешок почти получился. Выкидываю еще машинку, вот эту, помните, которую вы смотрели? Она вам всем очень многим нравилась. Но у нее один момент, в ней торчали спицы. И эти спицы Денька постоянно доставал и махал ими в разные стороны. Поэтому эти спицы мы какие-то попрятали, я уже даже не знаю, где попрятали. В итоге машинку вот эту вот я выкидываю, потому что без спиц она не стоит. В отличие, например, от вот этой вот, которую я заказывала где-то на китайском сайте. Тут нет никаких спиц. Ну, здесь есть они внутри, но они полностью зашитые. А там их нужно было отдельно вставлять. Здесь они полностью зашиты и как бы она складывается, спицы эти гнутся, да? Она складывается и компактно хранится. Не нужно спицы все время вытаскивать, затаскивать. Вот, поэтому эту палаточку я оставлю, а то машинку выброшу. Ну что, мои хорошие, теперь мы будем гулять на балконе. Я здесь разобрала, сделала Деньке уголочек. Вот такой вот уголочек, вот они его игрушки. Раз, два, будет заходить, может быть, даже тут играть, ничего не вытаскивать. Чуть-чуть порядочек навела. Ну, здесь еще кое-какие вещи все-таки нужно, чтобы были. Вот это вот вообще целый пакет, столько места занимает. Здесь вот реально мешки всякие, клеенки, то, что вот для ремонта мне надо. Вот это вот, вот это вот, как только я с магазином разберусь. Вот это вот пленки всякие, в которые я упаковываю, и все, и там пакетики разные. Вот эту коляску, наверное, буду продавать скоро. Вот, ну, короче, такие вот по мелочи. Гипсокартон вот здесь стоит, зеркало. Зеркало не знаю, кстати, может быть, я его буду продавать тоже, потому что я себе планирую вообще большое купить зеркало с этими, с подсветкой. Вот, ну, и вот это все ремонтное дело вообще тут стоит. Ну, в общем, пока так сдвинула, хотя бы, чтобы нам вот здесь уголочек, да, я могу там сесть, что-нибудь пить. Я еще вот этот уголочек тоже разберу, и здесь буду кофе пить. Вообще кайф немножко быть на подъеме, то есть вот так неудобно сидеть, знаете, и просто вот смотреть. Кайф, чтобы был подъем такой, чтобы ты как бы в окно вот так смотрел получше. Поэтому здесь вообще я планирую обустраивать. Лоджия очень большая. Я планирую вообще вот этот весь угол сделать вообще себе такой, знаете, для гостей. То есть вот этого ничего не будет. Я хочу сделать, как это, пьедестал называется, да, такой высокий, чтобы он был практически в уровень вот здесь вот. Ну, не в уровень, но вот так вот где-то, да, от окна. Здесь такие ступеньки, ступеньки, ящики, вот. И чтобы можно было сюда вот так вот зайти, подняться, сесть. Все здесь обустроить, здесь будет вот такой вот пьедестал, да. А все остальное такая зона хранения будет под низом. Вот. Я здесь буду медитировать, я здесь буду чай пить со своими подругами, кто ко мне придет в гости. И вид у меня будет открываться огромный. И вот здесь это будет с Дейнкой. Мы тоже здесь будем развлекаться, когда я сделаю на окнах защиту от детей. Вот. Тогда мы сможем тоже тут с ним время проводить. В общем, все это будет, это я планирую сделать. Это в этой зоне. А в этой зоне, ну, не знаю еще, что будет. Посмотрим. Вообще хотелось бы вот это все скрыть, сделать здесь тоже такую нишу закрытую, шкафчик какой-то. Будем думать, смотреть. Вот. В общем, полянка готовая, широкая такая. Все, Дэнь, развлекайся. Развлекайся. Игрушки твои. Только не разбрасывай ничего. Убийный мой мальчик, у окошка хочет посмотреть. Шатаешься? Ты банан будешь? Да. Ну, бери. Давай только вот эти. Не, это яичко. Давай вот эти бананы дай, дать и мама тоже съест. Да. Дэньке очень раньше нравилось жить с панорамными окнами. Он, бывало раз, сына нету. Он сядет там, смотрит. У нас вообще, то есть, да, ну, то есть, сядет вот так вот, смотрит в окно, задумается. Вообще, ему, наверное, этого очень не хватает. Но я устрою. Здесь будет тоже такая полноценная зона отдыха. Здесь не будет вот этого хранения на виду, во всяком случае. Если здесь будет пьедестал, то под низ туда там очень много будет, чего можно хранить. Вот. Ну, и, конечно, я все потихоньку выкидываю. Вот мешок целый на выброс. Коробки вот пустые здесь, что-то подосвободило. Вот это вот сейчас в комнату отнесу. Тоже тут всяких моих полно. Половину тоже выбросить надо. Но это уже не сегодня. Сегодня у меня был вообще план разобрать детские игрушки. А я в итоге не только детские игрушки разобрала, но и вообще целую поляну сделала тут. Дэньке. Ну, и свежий воздух. И закат. Нашла на балконе скатерть. Вот она белая у нас вот такая. Помню, что она мне не нравилась тем, что она немножко, знаете, такая вот, ну, текстурная. Я не люблю вот когда вытирать вот это вот текстурное что-то. Поэтому я думаю, самый раз застелить вот это вот. Понимаете? Ужас вот этот вот. Снять. Вот это все убрать отсюда. Надо застелить этой скатертью, пусть будет все беленькое, пока нет кухни. Еще вот такую штуку с Алиэкспресс. Да, искала, блин, ее недавно. Как раз-таки, знаете, вот в ванне сидеть удобно. Что-нибудь взять по хрумке от стежи, семечки там или еще что-то. А сюда вот так телефон ставится. Вот. И все. И смотришь кинульку. Здесь, например, либо виноград стекает вниз, водичка, да, косточки там нет, нет кидаем. Либо здесь семечки, шкорки сюда вообще удобная темка. Я могу ссылку даже оставить, где я брала. У меня в моих заказах на Алиэкспресс есть еще такие штучки разных цветов. Кстати, я такую взяла зеленую, чтобы глаз радовался, типа, естественный цвет. Что-то долго мой малышик сегодня засыпал. 15 минут 10-го. А мы спать пошли в начало 9-го. Час крутился. Начала смотреть новый сериал. Нет, рекомендуют просто сериальчики, которые впечатлили кого-то. Вот. И называется, бразильский сериал называется «Тайные истины». Вот. Там много серий, я так поняла. В общем, я только первую посмотрела. Ну, пока все интересно. Так, все. Сейчас я буду, короче, с видосами заниматься. Я устала сегодня. Спина опять. Я попылесосилась сегодня. Разобрала балкон, игрушки детские. На завтра тоже осталось много интересных дел. Я уже проектирую, как и где все убрать. Побольше всего выкинуть. Так что, чем больше я расчищаю все, тем прям свободнее дышать становится. В конце концов, у меня мало что останется из того, что у меня есть. Ладно, все. Спокойной ночи. Завтра увидимся. Все, лампу еще не нашла. Доброе утро, мои хорошие. Я сегодня с утра посмотрела уже фильм. Точнее, вчера вечером его начала смотреть. Сегодня досмотрела. Фильм называется «Прогулка» 2015 года. Очень фильм потрясный, потрясающий. Прям такой вот впечатлил меня. Именно о том, что, блин, реально нет ничего невозможного. И как люди идут к своей мечте одержимо. И только такие люди добиваются успеха. Которые одержимы своей идеей, своей мечтой. Посмотрите фильм. Вначале он мне не особо зашел. Я не очень люблю такой жанр немного. Начало какое-то такое странное. Но потом все вообще пошло как по маслу. Классный фильм. Кто не видел, посмотрите. Что еще? Начала смотреть сериал «Тайны истины». Это я вам уже говорила, да? И еще что? И еще что? А, я себе уже с вечера список написала. Что мне нужно сделать. Мне нужно смонтировать ролик в школу. Мне нужно найти лампу. Для того, чтобы накрасить наконец-таки свои ногти. Поменять скатерть на столе. Поучить английский. Снять для вас фикс прайс. Так, обложку на покупке надо сделать. Да, там долгая обложка. Нужно выбрать луки. Монтаж видео. Да, мужчина-женщина. Взаимоотношения. Будет несколько таких видео, наверное. Но вот первый сделала. Надо его смонтировать. Короче, планов много. Я не знаю, успею я все ли сейчас сделать. А Денька уже достал конструктор. То есть, пошел на балкон. Достал то, что ему надо. Одевай. Чего ты такая обезьянка, а? Ты чего такая обезьянка у мамы? Милая такая обезьянка, а? И что? Мама должна одеть? А сам? Вот надо, чтобы мама одела, да? Позаботилась, поухаживала. Все? Доволен? Короче, вот конструктор достал, пособирал, раскидал. Вот часто он его соберет, и только потом я ему разрешу другую игрушку какую-то взять. Вот я схему игр выработала. Я думаю, что первым делом нужно поменять скатерть. Скатерть вон она лежит. Сейчас мне нужно вот с этого стола вот это все подвинуть, сдвинуть. И положить скатерть. И еще я хочу вот те коробки разобрать. Да, их тоже надо в список. Потому что там наверняка много что можно выкинуть. И вообще кое-что надо достать и пользоваться уже. Это мама еще складывала коробки эти туда. Я даже не знаю толком, что в них лежит. Знаю, что в этих чай. И все. Поэтому вот, да, сейчас в список дел сделаю. В общем, до... Ну, тут немного прибрала. Смотрите, сколько разного чая я нашла у себя. И зеленый, и белый, и фруктовый, черный, какие хочешь чаи. Все их повытаскивала, по чуть-чуть тут везде оставалось. И в одну вот такую вот... Тес, кстати, это мой любимый чай. И в одну вот такую сложила. Зистер, вот, Куртис, Ява, Липтон, Мятный. Еще один Куртис. Сейчас еще что-нибудь достану, еще место есть. А эти все коробки на выброс. Свобождаем место. Еще момент, смотрите, когда-то... Вот здесь убрала коробки сейчас, да, попылесосила. И когда-то Денька разлил свой красный компотик на столе, и все потекло по стенам. Но я не расстраиваюсь, потому что... Ну, я попробовала помыть, оно особо не отмывается. Но так как у меня стены просто покрашены... Денечка, выключи свой внутренний пылесос, пожалуйста. Так как у меня стены просто покрашены, я сейчас возьму краску и просто закрашиваю эти разводы. Еще вот тут стена, где у меня мусорное ведро тоже какая-то уже покоцанное. Сейчас я ее тоже обновлю. Все там покрасила. Ну, оно еще должно посветлеть разводы эти. Еще убралась немного здесь. Все сложила, помыла полочки более-менее. Ну, очень всего много. Я еще часть повыбрасывала, но тем не менее. Прям не могу нарадоваться на вот эти баночки из фикс прайса. Так они мне нравятся, так удобно у них все хранить. Вот они там в два ряда у меня стоят. Сахар вот этот... Блин, я бы его выкинула вообще, в принципе, да. Потому что я им не пользуюсь. Но мама пользуется, ей надо, поэтому я оставила. Вот здесь весь чай достала, который у меня вообще есть. А, это еще не весь чай даже. Здесь у меня три всяких вида. Здесь для похудения олеовид. Майский черный, тут тоже какой-то черный. Зеленый дракон. Там Тесс Флирт, мой любимый. Ромашка там. Эти такие вот я покупала на развес чаи здесь. Надо будет их начинать пить. И вот детский, кстати, чай есть. Вот, а надо дыньки сделать. А то он иногда повторяет. Смотрит туда. Три кота, три кота, там, хочу чаю. И он повторяет. Я говорю, тебе сейчас налью чаю. Смотрите, нашла еще какой-то грин кофе. Это где-то у меня, по-моему, в бьюти-боксе было. Надо попробовать. Только, единственное, надо срок годности здесь посмотреть. И попробовать. Нашла еще один пакет такой пыльный. Здесь у меня вот такая штука. Я ее выброшу, потому что она здесь уже пардратая. Но, в принципе, она мне не нужна ни по цвету. Она уже и старая. Так, а вот эта чистилка для ножей, я не знаю, оставить пока. Пока оставили, по-моему, другой нет. И вот лопатка огромная какая-то. Я ее выброшу. Мне она не нравится вообще ни по дизайну, ни... Вообще не нравится, короче. Вот такая еще. Вообще откуда это? Это я, наверное, брала в фикс-прайсе. Хрен его знает. Но мне не нравится. И она уже, видите, тут немного поплавилась. Куча посуды тоже. Я тоже тогда в фикс-прайсе брала нож. Уродский. Вот этих столько у нас вообще много. Одну выкину. Она уже такая какая-то старенькая. У меня еще одна такая есть. И еще одна такая есть. Этого Денька раньше пользовался. Но они, по-моему, даже не зашли нам особо. Какие-то они игрушечные прям. Поэтому я их выброшу. Даже отдавать никому не буду. Тем более пластик долго хранить нельзя. У него там срок годности использования есть какой-то. Топталка прожарела. Деревянные лопатки. Ну, вот эта уже такая старая. Она мне не нравится. Посуда одноразовая, короче. Отсмотрите, что еще нашла. Подкладки под одноразовые памперсы. Тихонько, День. Тихонько. А, железная еще вот такая штука. Короче, у меня где-то одноразовые памперсы лежат. Абсолютно новые. Мы их даже не использовали. Одну какую-то такую использовали. Но я ее сразу выкинула, по-моему. Вот. И остались новые. Ну, я даже не знаю, кому нужны многоразовые памперсы. Я говорила, многоразовые или одноразовые? Многоразовые, короче. Они очень неудобные. Поэтому я их, наверное, выкину. И даже не буду. Уже даже и видео никакое не снять прикольное. Просто выкину. Так, и вот эту штуку мы тоже выкинем. Потому что она уже какая-то испорченная. Так, попылесосила, помыла полики здесь в комнате. А смотрите, что я увидела, пока мыла полики. Это, по-моему, Денька у меня играла с фломастерами. И на линолеуме он оставил вот такие пятна. Я теперь думаю, наверное, вот то средство, которое у меня... Надо им попробовать убрать вот эти пятна. Они тряпкой просто не отмываются. Так, нанесла. Очень надеюсь. О, по-моему, отходит. Ой, шикарно. Надо подержать, наверное, просто. Чуть-чуть еще и тогда полностью отмоется. Так, сейчас везде нанесу. Слушайте, мои хорошие. Вот идеально не убирается. Все равно. Ну, как бы вот был, например, такой вот, да, яркий. Я его тру. Он становится менее такой яркий, но до конца не убирается как-то. Все равно остается пятнышко. Блин. Надо спрятать фломастеры. А вот у меня еще ржавчина осталась от чего-то. Не знаю, чего. Прямо интересно. Он может. Короче, не идеально, но вроде чуть-чуть отмылось. Ладно, время еще покажет. Еще много разных средств. На улице такая хорошая погода сейчас. Вообще, прям вообще ни ветерочка, ни холодочка. Но утром было чуть-чуть так попрохладнее. Поэтому я закрывала балкон. Сейчас открыла. Я Деньке говорю, давай, иди сюда. Поиграй здесь, потусуй. Кайф. Сама бы потусовала здесь. Но я убираюсь. Я уже устала. Слушайте, загорать можно? Сколько времени? Три часа. Слушайте, солнце поворачивается вот так вот. И я могу загорать реально вот так вот, да? Офигеть. Как классно. Слушайте, а когда я сделаю вот здесь вот подъем, да? Пьедестал такой, ну, как это назвать, я не знаю. О, точно. Я сделаю точно под загар, чтобы я могла лежать там. Будет такой, чтобы в меня рост. Чтобы я могла там лежать. Чтобы вообще вдвоем можно было с кем-то лежать. То есть, подруг придет, а я говорю, давайте загорать. И ложимся за гора. Вау, вау, вау. Это вообще подарок. Я устала. Реально. Убирать, это как бы с одной стороны радостно, прям, ну, прям ощущение внутри классное такое. Ну, реально выматывает. И еще очень-очень спасает меня ванна солевая. Я второй день уже просыпаюсь. Я до этого просыпалась все время. И у меня прям спина убирала. А ты что, не знаешь, что это такое? Красное. Да, а что это? Красное яблоко. Целый день не кашляла. И вот тебе... Не, утром чуть-чуть прокашлялась. Потом все это время не кашляла. А это машинка. И вот начала разговаривать. А это машинка. Машинка. Ну вот, и, короче, второй день или третий уже. Вот как я начала делать солевые ванны, там, просто я встаю, у меня вообще какого-то ни одного зажима прям нет. А я не делала ни зарядки, ничего. Я вообще даже не думала, что соль может быть такой лечебной. Так что рекомендую попробовать, кто не пробовал. Машинка. Машинка зеленая. Зеленая. Зеленая машинка. Зеленая машинка. Зацените, кстати, сколько минус хлама уже у меня. И это только начало. Самоизоляция запомнится мне надолго. Как выбросом. Как очищением. Вот. Короче, освободила коробки. Смотрите, сколько. Одну большую и две вот такие вот. Две такие. Вон она внутри лежит. Надо будет их сложить, потому что удобнее как-то там запаковать и вынести. Полный мусор здесь, вот эти чаи, все дела. И вот такой мешок еще. Ура! Так, вот мой завтрак сегодня будет. Вот. Поджаренные, мне кажется, запеченные вот. Кукуркой там овсянка здесь. Кукурузные шарики какие-то. Короче, кучу всего. Давно покупала. Не нашла. Сбила молочко. Здесь у меня вот это вот азавы, да, правильно называется, я уже не помню. Наливаем. Насыпаем. Они уже такие подсохли немножко. Я думаю, что как раз таки размякнут тут. Красота! Снимала только что для вас видео. Убираюсь тут пока. Деньги, короче. Наконец-таки у меня там просто на карточке не было денег, чтобы купить ему. Купила ему все вот эти вот игрушки. Он теперь их раскрашивает, а потом они танцуют, и он долго с ними еще ковыряется и танцует. Давай покажем, как приложение называется, День. А то будут спрашивать девочки. Приложение называется Рисовалка. Мама, скажи, прошла, пристала. Вот, выбираешь. Здесь бесплатно было несколько штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Короче, Кайф, Денька, увлечен. Не мешает мне ничего не снимать, не убирать. Сняла еще пару видео для вас. Приятно прям смотреть. У меня стол такой вот здесь прибралась. И каждый раз смотрю вот туда тоже, под стол. Все беленько, чистенько. Осталось вот эти две коробки еще здесь разобрать. И там, короче, я тоже там кое-что положила. Сломалась, потому что ты сломал все. Так, а еще, смотрите, я нашла чайничку вот такую. Сейчас я здесь заварю чайничку. Сейчас отдам кипяточек и заварю чаечек здесь какой-нибудь с травами у меня есть. Вообще сегодня целый день у меня очень странное состояние. То, что, помните, я вам рассказывала, у меня кашля не так много есть. То есть позывов нет. Вот я сейчас с вами разговариваю. Нет у меня позывов к кашлю, чтобы кашлить, да, все хорошо. То есть я сегодня снимала видео уже, и я вижу улучшение. Единственное, от чего у меня прям идет кашель, это сегодня целый день у меня вот такое. Со своим сердцем, я имею в виду, да. То есть что-то здесь вот. И мне кажется, что в этот момент, когда такое происходит, мне кажется, я вот так вот руку кладу, и там сердце такое. И волнами, волнами. И от этого прям кашель вот так вот идет, знаете. То есть не так, как раньше, да, прям. А вот, ну, может быть, и примерно так, как раньше, да. Но вот сейчас как-то по-другому вообще. Короче, жесть, что происходит со мной все это время. Я не знаю. Но вроде улучшения есть, и сегодня я обязательно полежу в ванне с солью. Обязательно. И я даже боюсь какие-то травы пить, боюсь какие-то лекарства пить. Как бы вот что на сердце влияет, понимаете, прям страшно. Не дай бог, что-нибудь уже очкою. Заварила чаек. Вообще у меня есть тоже в фикс прайсе покупала такие специальные пакетики, где можно это, чаек насыпать, и чтобы вот не было вот этих вот стружки там не валялось. Чай вот такой вот в Сочи покупала где-то. Или в Краснодаре, не помню, где где-то, короче, брала. Может быть в горке город. Черный, черная смородина, чабрец душистый. Очень классно пахнет. Надеюсь, он как-то мне поможет. А еще у меня есть там разные травы. И, кстати, скажите мне, девочки, вот, ну, по идее травы, у них же срок годности вообще без срока годности. У меня написано, их покупала очень давно на самом деле. И там написано, что они годны до 2016 года. А сейчас уже, извините, 20-й год. Уже 4 года, как они из срока годности вышли. И я их на самом деле вот столько же и не пью. Потому что думаю, что... Потому что думаю, что... Ну, срок годности, как что, сухой листвы, что у нее есть срок годности, нету. Пусть лежит. А когда приходит время и что-то попить хочется, я достаю, смотрю, срок годности прошел. Думаю, блин, как бы мне хуже не стало. И вот так вот они 4 года лежат. Надо их выбросить, наверное, я не понимаю. Ну, это же сухая листва, разве есть у нее срок годности? Там, например, чай такой, там, знаете, там, ну, смесь трав, там, чайная ложка календулы сухой, там, чайная ложка ромашки, там, чайная ложка зверобоя, например, да, там, еще чего-то. И вот как бы смесь такая сухая, я не знаю. Напишите, кто знает. Можно употреблять или уже выкинуть. Все, крошечки, уложила малыша, время 9.30. Хотела начать, хотела начать рассказать вам, как мне плохо физически. Но думаю, нахрен, надоело мне рассказывать о болячках, вы тоже переживаете. Советуйте мне кучу всего. Просто самое интересное, что, чтобы со мной не было, нет даже такого врача, к которому я могла бы обратиться. Ну, вот у меня есть врач, которому я доверяю, ухо-горло-нос, лор. Есть врач-педиатр для ребенка, да. Ну, по-моему, и я к ней ходила, да, она как и взрослых, и детей. Вот два человека, врача, которые мне вот, ну, как бы нравятся, да, в состоянии, ну, вот, простуда, ОРВИ, вот, что-нибудь такое. А что касается неврологии и что-то с этим связанное, то и нет и доктора. Вот по неврологии просто нет доктора, к которому я могла бы обратиться. Есть доктор, которому я доверяю, но она не в Ростове. И я думаю, прием у нее стоит очень дорого. Но я бы даже заплатила эти деньги, чтобы к ней пойти. У нее больше все по питанию. То есть все болячки от питания. И, в принципе, я не исключаю, что мое питание заставляет меня вот так вот сейчас как-то физически страдать. Потому что я питаюсь, и я очень стрёмно, как бы вот так все, немножко халатно я к этому отношусь. А это очень-очень важно. И вот просто даже сейчас в своем состоянии, я понимаю, что если я пойду к врачу, там, в поликлинику, даже в платной поликлинике, даже в той, в которой я хожу, не факт, что я, ну, нарвусь, повстречаю хорошего невролога. И, как правило, все, что прописывают нам в клиниках, только, блин, короче, если, ну, не лечат так кардинально, глубоко, как надо. Может быть, становится легче где-то, еще там что-то, но, короче, не доверяю я этому всему, если честно. Вот, поэтому очень скептически, чего, как, по старой закалке все это прописывают, все подряд. Так прописывают, что, я не знаю, мне кажется, я могу сама себе так прописать. Все подряд. А вось, чего поможет. Ну, не знаю, как-то у меня сложилось, так вот, с годами, с наблюдениями за всеми этими. Вот. Вроде становится легче, и, правда, соль мне помогает. Я уже, наверное, в этом влоге раз десятый об этом говорю, и поэтому я сейчас кое-что сделаю за компьютером, и пойду прям полежу в соли. Мне кажется, мне прям надо сегодня особенно. Сегодня целый день я убиралась. Вообще, молодец, прям глаз радует смотреть теперь на тот уголок. Завтра бы хотела разобрать второй уголок, и побыстрее вынести все эти коробки, весь этот мусор из дома. Не люблю, когда он тут стоит дома. О! Сейчас я сделаю, у меня же, смотрите, стоит эфирные масла, масляная лампа. Я сейчас включу, накапаю, и буду работать. Доброе утро, мои хорошие! Мы проснулись, я делаю себе завтрак, что-то новенькое покажу вам. Лавашик. Я уже показывала вам, как я делаю в лаваш яичко с сыром и с зеленью. Очень вкусно получается обжарить потом это на сковородочке. Сегодня я решила добавить еще одну сосиску сюда. Здесь одно яйцо, одна сосиска, на глаз примерно сделала сыра, немного зелени у меня там оставалось. Вот я ее сюда нарезала, укропчик, петрушечка, не солила. Сейчас все это выложу сюда, заверну в конвертик и обжарю с двух сторон. Мой завтрак. Вот так вот выложили, сейчас сложу. Ну что, мой завтрак готов. Сейчас буду пробовать. Здесь кофе сделала с маршмеллоу. Намного так эстетичнее, приятно даже и вкуснее пить кофе. Так, смотрите, девочки, нашла пост. У меня это в заданиях было сегодня, найти пост Зубаревой, где она писала про эфирные масла, какие они должны быть. В общем, что у них? Не должно быть резкого запаха, должны быть они в стекле затемненном. И должно быть их написано название, знаете, какое? Не просто там эфирное масло лаванды, а, например, лавандула офисиналис. Ну вот здесь как раз и написано лавандула офисиналис. Короче, их название вот это вот специальное. Вот. И она рассказывает о том, какие вот сейчас, да, противовирусные, можно сказать, такие антисептические и иммуностимулирующие эфирные масла сейчас нам подходят в такое время непростое. Масло чайного дерева используется и для борьбы с инфекцией, и для повышения иммунитета одновременно. Масло цитрусовых фруктов, это прекрасный иммуностимулятор. У меня, кстати, есть апельсин где-то. Эвкалипт, я взяла эвкалипт. Так, лаванда, можжевельник. О, эвкалипт. Так, лаванда обладает выраженным антибактериальным действием. Лаванда есть. И мята отличается противовирусной антибактериальной активностью при простуде. Жаропонижающее средство. Ничего себе. И, в общем, здесь у нее есть рецептики. Вот всякие разные рецептики. Например, эфирное масло апельсина 4 капли, эфирное масло лаванды 3 капли, эфирное масло можжевельника 3 капли. И вот такая вот в фикс-прайсе продается штучка. Ну вот можно ее использовать. А вообще я уже говорила вам, что я заказала классную такую лампу. Я ее жду. Когда она придет, мы ее обязательно протестим с вами. Так, лаванда, ромашка, эвкалипс. Вот ромашки нету. Ну, короче, это вот то, что она рекомендует масла какие. Вот, типа такой я заказала лампы, кстати. Только беленькая. Такие еще всякие лампы есть. В общем, ну, можно пока вот это. Сейчас накапаем сюда масло. Сюда поставим свечку. И поставлю вот сюда. Пусть там меня антибактериалит. Короче, девочки, поставила я на батарею. Кстати, уже работает. Уже нагрелась. Потому что не могу найти свои маленькие вот эти. Я куда-то их специально положила в какую-то коробку. Блин, у меня все пока по коробкам. Не кайф сейчас прям все перебирать. Там с краю посмотрела, не нашла. В общем, просто на батарею поставила сейчас вот это вот. И я уже сижу и чувствую, как пахнет здесь. Кстати, я еще раз прочитала. Эвкалипт это как раз таки. Я накапала 7 капель эвкалипта и 3 капли лаванды. Лаванда это антибактериальная. Вы написано выраженная, антибактериальная. А эвкалипт он как раз таки работает с дыхательными путями. Ухо, горло, нос. И вот все такое. Я думаю, что мне это как раз таки очень надо сейчас. Нашла. Свечку. Но на самом деле она теплая вся у меня сама. Вот эта вот аромалампа. Она хорошо нагревается и... О! Проверю, насколько она горячее будет намного. Вот так красиво, видите, смотрится. Вот сейчас очень хорошо нагрелась эта лампа и до нее даже не дотронуться. Конечно, это со свечечкой внутри лучше греет, чем от батареи. И аромат чувствуется лучше. Ой, крошки, хожу. В общем, видео монтировала сегодня целый день до 4 часов. Сейчас уже полшестого. Я освободилась, смотрите, вот еще один угол коробки. И вот реально то, что уже нужно убирать мне в кухню мою, да. Ну, я либо туда выкладываю все, там еще наверху порядок надо навести, да, вниз куда-то. Или вот коробку одну нашла, но она хоть симпатичная, необычная, да. И в эту коробку положила мясорубку, например. Вот куда мне сейчас некуда мясорубку класть, да. То есть там мой капучинатор, там. Ну, и вот какие-то такие вещи, которые сейчас я не пользуюсь, но они могут пригодиться и в столе как бы должны лежать. В моей кухне будущей, крутой. Вот. И что у меня здесь образовалось? Куча коробок. Меня все тоже напрягает. Мешок, который нужно выкинуть. Один пакет. Вот это вот все как бы, ну, в хорошем состоянии. Там какие-то вещи, я не знаю, наверное, пока оставлю. Мама придет, посмотрит, может, в деревню там кому-то передаст. Ну, там есть, что можно использовать и отдать. И коробки, которые вот таким образом нести не хочется, поэтому сейчас я их все сложу. И, ну, там есть... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ура, ура, ура! Все, поставили сеточки. Смотрите. Смотрите, смотрите. Сетки поставили и еще защиту поставили. Детей ключами закрыли. Все, теперь я могу спокойно не переживать, когда Денька здесь вот так открывается. Все, закрывается. Если мне нужно проветрить, открыть, когда малого нет, я пошла, взяла ключик, открыла все, сделала то, что мне нужно. Эта штука вытаскивается и все. Теперь сами сетки. Смотрите, я еще говорю, можно их будет легко снимать, одевать. Он говорит, да. И, кстати, поставили другой стороной. Видите, чтобы вот эта вот штучка вот здесь, деревяшечка, за нее, говорит, удобнее. Вообще вот эти вот штуки специально, чтобы вытаскивать, но эти удобнее. То есть вот держишь вот так наверх, поднимаешь, вот раз и все, короче. Ну, то есть поняли, да? Поднимаешь, вытаскиваешь. Очень просто. А держишься здесь. Это один момент. И еще они как-то устанавливают правильно. Не то, что правильно, а более удобнее. То есть там за окном какие-то штуки, да? Видно вообще? Уже их не видно. Короче, как-то они там устанавливают их более удобно. Чем в большинстве случаев. А что у меня такие окна грязные? Ни хрена себе. Сейчас надо помыть. Я не открывала же окно, так и не видела. Эй, да. Короче, все супер-пупер сделали. Защиту поставили в двух комнатах. В детской и в спальне. Я теперь спокойно могу не бежать. Я каждый раз что-нибудь, звук какой-нибудь, я бегу в спальню. Я переживаю, чтобы Денька окно не открыл, не залез туда как-то случайно. Теперь все, я спокойно. А здесь не поставила защиту, потому что тут высоко. Денька еще не достает. Стульев, ничего такого, как бы я здесь не храню. Вот. Но в дальнейшем, когда я сделаю здесь ремонт такой, какой я хочу, здесь нужно будет сделать тоже защиту на все окна. Я довольна. Мамка тоже, наверное. Давайте я вам покажу, как работает это. Вот мы засовываем ключик сюда, да, поворачиваем и вытаскиваем. Все. Открывается окно, мы проветриваем как хотим. Если ребенок в доме, мы закрыли, засунули и закрыли. Все, ключик убрали. Такая вот тема. Я думала, что, может быть, ее наверху надо ставить, но они сказали, что нет, внизу вот ставится как бы все. Снимаю в сторис постоянно свои закаты. К сожалению, камера не передает всей красоты, всех цветов. Сейчас просто красно-оранжевое яркое огненное солнце, круглое. И от него вот идет оранжево-красный свет. Так красиво. Я не знаю, эта камера передает. Нет, уже буду монтировать, посмотрю. Ну что, мои хорошие, доброе утро. Пора заканчивать влог. Сегодня мы собираемся на почту. У меня сегодня очень много планов. Я уже хочу перевести себя в порядок и переодеться, в конце концов. Одеть свой новый костюм и уже начать новый влог. И, скорее всего, я начну его даже, может быть, завтра уже. Сегодня перерывчик будет, чтобы камеру не брать в руки. Вот, позаниматься своими делами. В общем, сейчас будет такой суматошный день. Вот эти вот все коробки, наконец-таки, я вынесу. Коробки, пакеты вынесу из дома. И возьму посылки те, которые пришли. Маме отвезу посылку. Свои посылки возьму. Наконец-таки аромалампа пришла. Буду готовиться к новым видео для вас. Что еще сказать? Люблю, целую и... Тыня! Ты знаешь, что когда вот он зажевывает, все, во-первых, надо ему помочь. Положить вот сюда. Жопка маленькая. Ой! Постельное белье поменять хочу. Все, постирать хочу. Идет из магазина постельное белье белое, чистое, как в гостинице, знаете. Вот. Я хотела его уже поменять. Но что-то, мне кажется, я его не дождусь. Сейчас найду какое-нибудь поменять из тех, которые давно не были у меня. Просто они по цвету не подойдут. У меня есть классное розовое такое, блин. Но его особо не хочется. Мне, честно говоря, досталось. Что-то хочется светленькое. Может, голубенькое. В общем, посмотрю, но это уже в следующем влоге. Все. Люблю вас, целую. Прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok